В Брюсселе детективными сюжетами разрисована стена дома. В нашу эпоху компьютерной графики таким героям бумажных комиксов до сих пор поклоняются бельгийцы. 75 лет назад под карандашом их соотечественника Эдгара Жакоба родились два британца – учёный Блейк и капитан контрразведки Мортимер. Чтобы отпраздновать эту годовщину, в музее комиксов открыта выставка, посвящённая в основном первому приключению Блейка и Мортимера – «Тайна меч рыбы». Куратор рассчитывает привлечь на неё молодёжь, избалованную мультимедийными проектами. «Мы впервые осмеливаемся разговаривать с детьми по-взрослому», – говорит Даниэль Кувре. Юный читатель, который наткнётся на комиксы Блейка и Мортимера, будет поражён чрезвычайной реалистичностью рисунков и текстов. Их теперь помещают в детской прессе, хотя предназначены они были для опытных глаз. Жакоб в некотором роде является также родоначальником графического романа. Его эпическая история изложена на более чем 140 страницах. После смерти Эдгара Жакоба в 1987 году были изданы его новые книги. А ещё через 10 лет вышел телесериал «Блейк и Мортимер». Современный писатель и художник перенимает персонажи и стиль выдающихся бельгийца, а также атмосферу середины прошлого века, зная, насколько они популярны. «Возвращаться с детства приятно». Но Жакоб хорошо знал своего читателя и работал на мощную издательскую машину. Сказал Этьен Шреде. «Возрождение Блейка и Мортимера – это рискованное, но удачное предприятие». Участие во всём этом не оставляет меня равнодушным. Эдгар Жакоб стремился к максимальной достоверности своих комиксов. Он работал на грани литературы и журналистики. Первое приключение Блейка и Мортимера до сих пор вызывает большой интерес аудитории, поскольку затрагивает шпионаж, детективное расследование, путешествие во времени.